Много лет человека формировали в пробирках, в колбах, одна матрица, другая, и каждый раз новый вид человека приходил в наш мир. Сколько лет нашему человеку мы не знаем. Золотой век, железный век, каменный век. Все это выдумки уже современного нашего с вами человека, который живет не более 150-180 лет на нашей земле. Согласитесь, не получилось у Бога прекрасного творения. Человек, который сегодня с нами живет, наш современник. Это мы с вами. Он абсолютно несовершенен. Причем правительство, которое, опять-таки, искусственная система созданная, она уничтожает человека. У человека все его лучшие порывы, лучшие чувства уничтожаются системой. Это как жернова. Они мелят, мелят, перемалывают все эмоции, все моральные принципы человеческие, только для того, чтобы переподчинить системе. Так ли задумана была матрица, мы не знаем. Во всяком случае, мы видим, что правительство и корпорации используют технологии для усиления необходимых им человеческих навыков, дисциплины. Это самое важное. Подчинение. Подчинение воле Верховного. Подчинение высшестоящему руководству. Человек разумный перестает быть человеком разумным и становится человеком-бараном. Но, по сути говоря, он обязан подчиняться пастуху. И в то же время, друзья, у человека все-таки сохраняются такие навыки, как творческая чувствительность, духовность, эмпатия. Но это опять-таки ненадолго. Очень быстро, совсем скоро, человечество потеряет эти свои навыки. Человечество на сегодняшний день совершает громаднейшие ошибки в своем развитии. Идет уничтожение духа человеческого. Как вы знаете, друзья, давно, давно, уже давно, это 50-е, 70-е годы, начинали разрабатывать роботов. Роботов-человека, роботов-убийц, роботов-работников на заводе. И одновременно с техническим роботом создавали нового биологического робота. Это работа генной инженерии. Здесь уже вступает в командование всеми народами глобализм. То есть тайное мировое правительство – это глобализм, это учреждение глобального правительства. А что такое глобальное правительство? Это отказ от народных традиций, от народного своего собственного языка. Язык может быть вообще один, один на все человечество, но максимум два. Перестанут поддерживаться человеческие ценности. Человеческие ценности, которые поддерживают уникальность народов. И вот есть такой ученый, мы о нем говорили уже однажды. Есть у нас с вами видеоролик. Это Юваль Ной Харари. Он из Израиля, израильтянин. И он прославился тем, что он в 2020 году на Давосском форуме произнес речь. Она, конечно, потрясла многих. Он израильский историк и футуролог. Его книги распроданы, и тираж у них 30 миллионов экземпляров. Это великий ученый, но прежде всего, конечно, футуролог. В своих книгах он затрагивает борьбу с бесполезностью. То есть то, что ожидает в скором времени все человечество. Автоматизация рабочих процессов. Уничтожит миллионы рабочих мест. Искусственный интеллект вступит в свои права. Он захватит все приоритетные должности. Вот, допустим, он приводит пример. 50-летний водитель грузовика, которого только что заменили беспилотной технологией. Он должен освоить новую профессию. Какую? Ему предложат стать разработчиком ПО или учителем йоги. Но для этого ему нужно перестроиться. Ему как минимум 2-3 года нужно над собой работать, чтобы освоить эти две профессии. Одну или другую, неважно. Но ему нужно долго над собой работать. Раньше люди боролись с эксплуатацией, друзья. А теперь им предстоит бороться с ненужностью. С эксплуатацией когда боролись? Когда людей на земле было мало. Вот тогда боролись с эксплуатацией. А нужно было восстанавливать хозяйство. Техническое хозяйство, домашнее хозяйство. Дома строить, социальное хозяйство. Нужно было восстанавливать после большой ядерной войны, которая состоялась 150-180 лет назад. Пустующие города. Нет ни фабрик, ни заводов. Ничего нет. Производства нет. И вот тогда, конечно, рабочий, человеческий труд очень сильно эксплуатировался. Вплоть до того, что работать было некому. Оставались одни дети. Потому что родители были умешивлены тем или иным способом, по тем или иным соображениям. И вот огромное количество детей, которых привели нам крестоносцы, те самые крысоловы, которые, играя на флейте, вели за собой куда-то детей. На земле остались одни полчища детей. Откуда их взяли, как они вдруг появились, мы этого не знаем. И, конечно, вся эксплуатация, весь труд лег на плечи этих детей. А теперь, друзья, будут бороться. Это следующий этап наш, который нам предстоит с вами пережить. Это этап борьбы с ненужностью человека. Политика так сегодня настроена, чтобы человек оказался не нужен. Сокращение производств, сокращение аптек, магазинов, поликлиник. Сокращается все. Автоматически сокращается и уничтожается. Отели, музеи. Все уходит в какое-то пространство. Знаете, как будто бы это все растворяется и расщепляется на атомы и бактерии, конечно. Итак, друзья, у нас остается человек бесполезный с экономической и политической точки. Это будет уже целый класс бесполезных людей. Что им нужно будет делать на земле? Ничего, друзья. Они не будут находить себе место, но психически, кто будет слабоват, он уйдет своим чередом из жизни, как это часто бывает. Ну, а сильные психически будут страдать. Обычно в России подсовывают алкоголь, и люди начинают пить. Конечно, друзья, на Западе тоже пьют. Все это есть, но только меньше гораздо, потому что это не есть часть культуры. В России после войны Второй мировой сделали частью культуры. До Второй мировой войны в России алкоголь не был частью культуры. Сегодня же алкоголь является частью культуры. Поэтому алкоголь будет продолжать забирать жизни ненужных людей. Людей бесполезных. А таких будет огромное количество. Итак, друзья, страны на сегодняшний день внедряют искусственный интеллект в системы жизни человека на земле. Ну, и также в систему вооружения. Поскольку мы сегодня имеем с вами специальный, специфический военный конфликт, то в этом случае, конечно, мы будем говорить о том, что искусственный интеллект вошел в нашу жизнь и используется сегодня уже на площадке разыгрывания спектаклей. Это Украина. Мы будем называть вещи своими именами. Гонка. Гонка вооружений в рамках искусственного интеллекта. И здесь лидируют друзья Соединенные Штаты Америки и Китай. России в этом списке нет. Только две страны между собой борются, конкурируют. Это Китай и США. Если вовремя не принять меры предосторожности, технология искусственного интеллекта обогатит лишь несколько стран. Остальные же потерпят финансовые убытки и превратятся в колонии. Так это и задумано. Вообще весь мир, вся планета, она как шагренивая кожа иссохнется, она уменьшится. От нее ничего не останется от нашей громадной планеты. Только шагренивая кожа, которая будет уменьшаться. Конечно, колонии это то, что необходимо. Именно колонии, на которых будут восседать два колосса. Это Китай и Соединенные Штаты. Россия будет лишь жандармом, надсмотрщиком над всеми остальными странами. И нам, друзья, придется свыкнуться с мыслью, что мы теперь уже не те бога-бога подобные люди, да, существа, и что у нас есть душа. А мы просто обычные животные, чьи тела и сознание можно взломать. При помощи биоинженерии, вычислительной мощности и данных, кто-то, кого-то вы никогда не встречали, будет знать вас лучше, чем близкие люди. Лучше, чем вы сами знаете себя. Конечно, друзья, это самое идеальное общество со стороны мирового правительства. Тоталитарный режим, который был опробован в России, в СССР, вернее, так мы скажем. Этот тоталитарный режим, который также обыгрывался на китайской площадке, в Китае, он будет входить и распространяться по всему миру. Вот это будет самое страшное. Я думаю, что это не такая уже сказка, а это совсем ближайшее будущее, когда на руку наденут биометрические браслеты. Но, с одной стороны, вам скажут, что они фиксируют давление, пульс и мозговую активность каждого гражданина. Но, если, допустим, слушая речь председателя партии, вы улыбаетесь и хлопаете в ладоши, но при этом внутри себя не испытываете восторга, тогда вам не удастся утаить это от власти. И уже на следующее утро вас могут обвинить в измене Родине, присылать за вами черный воронок и отправить в ГУЛАГе. Ну а дальше, друзья, как по накатанной, алгоритмы будут выбирать за вас, компьютеры будут выбирать, с кем вам вступать в брак, будете вы рожать детей, стоит ли давать вам кредит. В Китае уже эта система опробована, в Китае она действует. Если вы захотите узнать, почему вам отказано в кредите или в браке, вы никогда не получите на это ответ. Компьютер, искусственный интеллект не дает никому никаких ответов. Это небольшой прогноз на ближайшее будущее. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.